тут меня очередная барышня учит как нужно работать до чего дошло к сис админы учат как нужно работать сервис инженеру а чё все меня то учат чем все меня дотыкают рассказывал как нужно как не нужно давайте я сегодня кого-нибудь поучу ну например ремонту техники я сделаю ремонт под этого ноутбука на камеру покажу расскажу то бишь я покажу на деле они на другую как большинство комментаторов вот у нас asus x571 gd аппарат на коры как он там кора и 5 восьмого поколения и видеокарта gtx а 1050 насколько помню вот предыстория у него такая что клиент решил самостоятельно почистить систему охлаждения но нечаянно уронил винтик и после этого у него видеокарта перестала отображаться диспетчер устройств ну то бишь проблема тут более серьезно чем переустановка винды с которыми просто так разделывается мои комментаторы уж как они ставят винду так в шуба заворачивается а мы сегодня пойдем немножко дальше ну что давайте от слов перейдем к делу друзья я тут потихоньку начал пользоваться нейросетями в частности прибегая к помощи когда мне нужно написать какой-нибудь пост там или сценарий а на ум например ничего не приходит и знаете порой нейронка выдает очень неплохие результаты и это лишь малая часть того что могут делать нейросети на данном этапе я считаю что и в нашей деятельности скоро будет участвовать нейросеть и с помощью нее можно будет ремонтировать ноутбуки ну или как минимум диагностировать их однако чтобы это произошло нейронку необходимо обучить именно этим занимаются инженеры машинного обучения одним из которых можете стать и вы ближайшие годы в число востребованных айти специальности гарантированно войдут специалисты по машинному обучению вслед за увеличивающимся спросом вырастут и зарплаты но пусть профессия не такой уж и легкий особенно если ваших планах не просто использовать нейросети для генерации текстов и изображений а строить и обучать модели для решения новых задач нужно уметь писать код разбираться в больших массивах данных работать с алгоритмами именно для этого skill factory совместно с уральским федеральным университетом создали настоящую магистратуру инженерия машинного обучения это высшее онлайн образование с практикой на кейсах компании и стажировками сокращенно специальность называется ml инженер пример их работы это рекомендации яндекс музыки чат-боты типа чат gpt программа подойдет для тех у кого есть первое высшее образование форма обучения уочно но проходит онлайн поэтому сохраняются все преимущества для студентов и отсрочка от военной службы естественно во время обучения с вами будут заниматься специалисты которые сами из этой индустрии вы будете решать реальные задачи от таких партнеров как в к уральский центр систем безопасности и других компаний также стоит отметить что на обучение действует государственная поддержка благодаря которой стоимость обучения в первый год будет составлять 180 рублей в месяц не тысяч а именно рублей ну я по окончанию вы получите диплом магистры уральского федерального университета поэтому рекомендую не упускать такую возможность оставляйте заявку на бесплатную консультацию по ссылке в описании а также по qr-коду набор уже начался так что дерзайте диагностику в данном случае необходимо начинать с установки своего накопителя с чистой windows это позволит сразу исключить гличную винду или драйвера из списка возможных причин дефекта да и клиентская винда по любому с паролем сейчас связываться и узнавать его терять драгоценное время ну его нафиг и так в диспетчере устройств действительно дискретная видеокарта не определяется есть только встроенная в процессор интеловая графика что же проблема у нас явно не программная а значит легких и быстрых денег сделать не получится не отходя от кассы можно сразу проверить питание видеокарты он из-под системы охлаждения торчит один из дросселей формирующих питание видеочипа сразу извиняюсь за вертикальное видео потому что планировал отремонтировать ну за один присест и сделать шорс но все оказалось намного интереснее поэтому решил рассказать это в большом видео так что прошу понять и простить короче питание видеокарты отсутствует поэтому она не обнаруживается логично логично в таких случаях нужно проверять компоненты которые участвуют в формировании питания видеочипа например микросхему питания гпу его обвязку а посему вооружившись схемой иду проверять через что запитывается и запитывается ли вообще микросхема питания видеочипа данная микруха на схеме имеет позиционное обозначение по 12 и на ее 12 ножку должны приходить питающие ее 5 вольт а заходят они на нее через резистор рп р 299 который расположен на обратной стороне платы ну давайте искать этот резистор и смотреть как он там поживает а поживает он судя по внешнему виду не очень вот эта дырочка посередине это не что иное как прогар а какой мы можем сделать вывод из этого что данный резистор сработал как предохранитель значит в цепи в которой он стоит имеется элемент с заниженным сопротивлением следовательно тупо менять этот резистор на новый переставить перемычку будет фатальной ошибкой надо разбираться что просаживает на кругу выпаиваем этот резистор далее берем мультиметр и примеряем его контактной площадке нижняя сразу уходит микросхему питания видеочипа и там у нас около двух ом практически к з что однозначно говорит о ее неисправности один проблемный узел найден а вот второй пин это входящий дежурный 5 вольт который запитывают микросхему его там тоже какой-то пипец так как сопротивление в девяносто четыре ома сильно занижена а те кто смотрит мои ролики внимательно знают что сопротивление цепей дежурных трех и пяти вольт составляет килоом и но никак него мы значит наш увлекательный квест по поиску неисправных компонентов продолжается а чтобы ускорить поиски я тупо подам дежурный 5 вольт около одного вольта и буду наблюдать тепловизор что засветится а при таком сопротивление что-то светиться не должно а обязана ну и как вам лично мне нравится такое явное красивое свечение больной зуб обнаружен это нижний дермос который отвечает за одну из фаз питания видеочипа снимаем его и производим замеры на плате вот теперь в цепи дежурных 5 вольт сопротивление составляет 20 килоом как в аптеке и казалось бы все проблемные элементы найдены осталось только их поменять к тому же имея довольно большую базу микросхем в наличии это по-любому не станет проблемой к тому же аппарат довольно старый 19 года вроде и даже если новых микро ух не будет то я по-любому найду их на донорских платах коих у меня не одна сотня думал я но в асусе решили иначе потому что в этой платформе применяются довольно нетипичные для асусов и нетипичные для таких старых платформ в принципе микросхемы питания помимо того что ничего подобного у меня в наличии нет так вот например микросхема питания видеочипа еще и прошиваемая то есть купив такую новую из-за появ ее на плату работать видеокарта все равно не будет а программатора для прошивки таких контроллеров у меня пока нет если все это заказывать то капец как увеличится сроки ремонта при такой казалось бы простой неисправности это я еще не говорю о том что после установки этих микросхем не вылезет еще что-нибудь неисправное и редкое что нужно будет еще отдельно дозаказывать но я нашел способ как быстро решить мою проблему я купил за относительно небольшие деньги неисправную плату донор у московских коллег судя по замерам с цепями питания проблем нет я хочу с этой платы пересадить неисправные микрухи и ничего не придется прошивать плюс если еще что-то вылезет неисправной я тоже пересажу с донора классно придумал классно осталось все пересадить немножко магии и все уже пересажено на всякий еще раз промерим 5 вольтовую дежурку и там все отлично килоомы как и должно быть теперь можно пробовать включить запускаю пока в таком виде чтобы можно было произвести замеры отлично питание видеоядра и видеопамяти теперь присутствует тестер заморгала значит плата прогрузилась а что у нас в винде там тоже на данный момент все неплохо по крайней мере дискретный видеочип определился также будет не лишним проверить наличие шим сигнала на всех фазах питания видеоядра ну вроде все работает теперь можно под собрать и начать тестировать карту в бенчмарках ноутбук уже достаточно просто я на тестах сбоев не наблюдалось все работает как положено далее мы чистим систему охлаждения нанесем термопасту и произведем сборку ноутбука пока вы наблюдаете за этим процессом хочу довести следующую информацию я недавно решил посмотреть базе какой процент ноутбуков поступал в ремонт после кривых рук самих владельцев ну лет так скажем 5-6 назад или позже это я не беру в расчет такие случаи как неисправности вследствие залития и падения тут все понятно чисто вот когда есть рабочий ноутбук владелец решает почистить систему охлаждения или добавить какой-нибудь модуль типа оперативки как в нашем случае и в окончании получает неисправное устройство а так вот где-то до семнадцатого года процент таких ноутбуков был небольшим может быть 1 2 процента а вот уже после с каждым годом таких ноутбуков стало приходить все больше и больше и в двадцать втором году уже каждый пятый ноутбук а это я еще скромно посчитал был выведен из строя руками владельца причем наверное половина из этих ноутбуков была сломана владельцем в гарантийный период то есть человек покупает дорогущий ноутбук возможно даже в кредит за каким-то хером лезет в рабочий гарантийный ноутбук ломает его и потом сидит с кучкой нового дорогого металлолома и самый прикол что владельцы ломают именно дорогие игровые ноутбуки бюджетки с такими неисправностями редкость понятное дело что где-то 16 года почти все ноуты стали с несъемными аккумуляторами и владельцы при манипуляциях забывают их отстегивать но и бюджетные ноутбуки тоже все с несъемными аккумуляторами но тем не менее их ломает гораздо реже получается у владельцев бюджетников руки гораздо меньше чешется как думаете напишите в комментариях это я к тому что если вы считаете что это не про вас что с вашим ноутбуком такого не произойдет ведь вы не рукожоп помните что те 20 процентов владельцев чиновники поступили в ремонт по их вине тоже также думали а с вами был григорий не георгий не геннадий кстати я желаю вам удачных самостоятельных чисток замен оперативки и прочего а если что-то пойдет не так вы знаете куда обращаться всем пока